Скользкая ситуация. Из-за первых снегопадов и собственной нерасторопности 300 водителей докатились даже на монтажек. Те, кто не успел сменить резину и стиль езды с летних на зимние, рискуют надолго стать пешеходами. Им, кстати, тоже советуют переобуться. Как по накатанной сейчас идет и уборка городских улиц и тротуаров. Дорожники, в отличие от автомобилистов, к нашествию стихии были готовы. Как погода во всех смыслах прокатила свердловчан, расскажет Елена Шудько. Этот лихач едва не застолбил себе место на кладбище. Хорошо хоть жив остался и никого не покалечил, говорят спасатели. Из железного плена водителя они достались с трудом. Не исключено, что пострадавший тянул резину и до сих пор не поменял ее на летнюю. Из-за тех, кто сейчас ездит как по сухому, работа МЧС и автоинспекции заметно прибавилась. Только на трассах за минувшие выходные в аварию попали два десятка машин. Двое человек погибли, еще 23 серьезно пострадали. Чаще всего потому, что авто просто не успели доехать до шиномонтажек. Работники здесь крутятся, как белки в колесе. На одну машину в среднем полчаса. К шиномонтажкам водители по-прежнему выстраиваются в очередь. Порой новые обувки для автомобилей приходится ждать по несколько дней. Раньше, да, всегда после первого снега можно было оставаться на сутки и работать. Но сейчас как-то пограмотнее люди стали, то есть они уже насиделись в этих больших очередях. Ну и на самом деле вырос сервис. Работа кипит у коммунальщиков. И хотя по их графику зимний сезон официально начнется лишь в этот четверг, застать врасплох дорожные службы у метели не получилось. Многие машины сменили экипировку еще в сентябре. Так что даже у внезапной гололедицы шансов, похоже, не останется. У нас круглосуточно дежурят мастера. Ну и, соответственно, руководят работами. То есть если пошло образование гололеда на тротуарах или на дорогах, то, соответственно, поднимается водительский состав. Машины идут на загрузку, грузятся. Если режим не чрезвычайный, то на службу коммунальщики выезжают по плану в 8 вечера. В первую очередь посыпают мосты, спуски и подъемы. Сегодня ночью на дорогах города работало почти полторы сотни единиц техники. На улице тротуары уже высыпали 80 тонн противогололедного материала. Кстати, безопасного для людской обуви. Дворы и тротуары коммунальщики теперь посыпают щебнем. Он гораздо дешевле и эффективнее песка, а в отличие от соли, не портит обувь. К снегу горожанам уже пора привыкать. Тепло, по данным метеорологов, закончилось. Прогноз на ближайшие дни – холод и заморозки. Как ни парадоксально, во всем виноват южный циклон. Завтра нас ожидает прохладная погода ночью – минус 5, минус 10, днем – 0, минус 5. И в большинстве районов пройдут небольшие умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Ну а те, кто прогнозам метеорологов не доверяет, могут составить свой собственный. Сегодня ночью нужно посмотреть на звезды. По народной примете, если их будет много, то оставшаяся осень будет сухой. Ирина Шусько, Дмитрий Килин. Новости 41-го канала.